Какой косметический продукт вы бы назвали самым популярным на момент весны 2024 года? Скажем, помните, когда у любой в косметичке, косметической моднице, сори за тавтологию, была матовая помада? И также эти прекрасные сияющие годы ультрапопулярности суперярких хайлайтеров? Если бы меня спросили, какой продукт самый популярный, точнее даже, какой продукт самый модный сейчас, я бы засомневалась между кремовыми румяными и спарклами для век. И, наверное, все-таки остановилась бы на спарклах. Спарклами я называю полупрозрачные или интенсивные, но важно, что очень блестящие отдельными блестками тени для глаз. Здесь важный момент, это не глиттер с пластиковыми частицами, это именно тени, которые безопасно наносить на глаза, но которые здорово сверкают и создают благодаря россыпи блесток влажный эффект. Такие тени уже много лет существовали в марках Tom Ford, Charlotte Tilbury. Но мне кажется, что на российском бьюти-рынке бум создали шик и лимони, когда выпустили однушки спарклов примерно год назад. И, кстати, на лимони у меня. Вот есть специальный отдельный ролик про эти спарклы. И также про спарклы шик я рассказываю в очень большом ролике про шик. А сегодня предлагаю поговорить про супербюджетный бренд Artvisage и их спарклы. Artvisage – это российский бренд с российским производством. Не знаю, если честно, все ли они продукты производят у себя на заводе, но точно большинство. И их особенность – это самая бюджетная цена на многие продукты на рынке. Например, гель для бровей за 100 рублей или консилер за 250 и тональное средство за 300. Все вот примерно в таком диапазоне. И вот они выпустили спарклы вот в таких вот симпатичных упаковках стоимостью примерно 350 рублей за штучку, что примерно в два раза меньше, чем у ближайшего конкурента с аналогичным эффектом. Если вы знаете и другие бюджетные спарклы, которые вам тоже очень нравятся, обязательно напишите о них в комментариях. А мы сегодня разберем всю линейку спарклов Illusion от Artvisage. Кроме них в ролике вас ждет обзор на другую новинку – кремовые тени, также от Artvisage. Но все про Artvisage сегодня. Я выбрала три самых цветных оттенка – кипарис, лазурь и папайя. Ну и также совсем свежий запуск – это матовые помады и блески. Artvisage устраивает, видимо, какой-то мощный ребрендинг, и все их новые упаковки, по-моему, очень красиво выглядят. И точно уж выглядят гораздо дороже, чем эти продукты стоят. А перед тем, как мы начнем, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, чтобы не забыть в конце. А меня зовут Маша. И поехали! Первый макияж я посвящаю 0,4 оттенку папайя кремовых теней. Наношу его во внешний уголок, в складку и на нижнее веко потушевываю синтетической кистью. И его же наношу на губы, той же кистью растушевывая, и на скулы. Нечто среднее между румяными и кремовой коррекцией у меня получается. И при фиксации этот оттенок становится чуть темнее и заметнее на коже. Теперь возьму 35 оттенок спаркла, наношу его пальчиком на все подвижное веко, и 33 более светлой кисточкой во внутренний уголок. Завершаю макияж с помощью небольшой стрелочки, туши, хайлайтера. И получается нежный нюдовый макияж, очень монохромный из-за того, что мы один и тот же оттенок, по сути, использовали везде на лице. И спарклы очень красивые, при этом очень-очень нюдовые, а на солнышке получается вообще какой-то невероятно красивый эффект. Ни за что бы я не дала 350 рублей этим теням. Макияжу 9 часов, и у меня супер положительные впечатления о стойкости. Во-первых, кремовая тень выглядит хорошо, абсолютно идеально даже в зоне глаз. Здесь она чуть-чуть подстерлась, но весьма вероятно, что от шапки. Но я ее вижу и на скулах в том числе. На губах она носилась как комфортная матовая помада, немного стиралась, точнее даже полностью стиралась, когда я ела. Ну и спаркл, посмотрите, он вообще нигде не скатался. Не тот, что на подвижном веке, не тот, что во внутреннем уголке. Чуть-чуть есть осыпание вот под этим глазом, но я его потерла. В общем, носка, по-моему, просто замечательная. Второй макияж я начинаю с оттенка блеска номер 504 Просека с нюдовым карандашом. И оттенок кипарис наношу во внешний уголок века. Я уже использовала этот цвет в ролике с первыми впечатлениями. Прикрепляю ссылку на него. И что тогда, что сейчас, у меня не получается идеально утянуть его в кожу. Он немного пятнит, капельку начинает просвечивать кожа. Но сам цвет такой невероятно красивый, что я, в общем-то, готова ему простить. Немножечко больше наслаивания, немножечко больше внимания. И растушевки. Для растушевки я, кстати, использую синтетическую кисть. Теперь возьму оттенок лазурь и аналогичным образом наношу его на второй глаз. И он светлее, но обладает все теми же самыми свойствами. Можете видеть, что там, где я касаюсь оттенка кисти, начинает просвечивать кожа. И чтобы цвет был более насыщенный, мне требуется нанести второй слой и довольно плотным толстым слоем оставить его в итоге зафиксироваться на веки. Но у меня эти тени в итоге не скатывались и вообще отлично держались. Поэтому даже такой плотный слой, в общем-то, простителен. Теперь беру 31-й оттенок спаркла, хамелеон. Набираю его с помощью кисточки и наношу на зеленый глаз. И, на мой взгляд, это самый красивый оттенок в линейке. Он и полупрозрачный, и доохромный. 34-й цвет, более бронзовый, наношу на нижние века. И даже на нижнем веке он очень ярко сверкает. А оттенок полярис из палетки Ньют Юниверс наношу на внутренний уголок, чтобы сравнить со спарклом. 36-й лавандовый цвет наношу на голубоватый глаз. И можно видеть, насколько эта лаванда приглушенная, нежная, не вырвиглазная. И более яркий акцент с помощью изумрудного цвета я решаю добавить на нижнее века. И, пожалуй, этот цвет слишком плотноват для такого нежного прозрачного макияжа, который у нас получился. И вот такие вот светлые, но цветные и очень сияющие макияжи у нас получились. Они оба мне очень нравятся, но зеленый как будто бы немного выглядит все-таки аккуратнее, потому что в голубом просто больше инородности относительно кожи, поэтому эта прозрачность выглядит слегка грязновато. И здесь же я хочу упомянуть стойкость всех этих теней. Они у меня ни разу, ни один оттенок не скатался. Переходим к последнему макияжу. Для него я наношу матовую помаду в оттенке Бейлис на губы. И голубым цветом, который мы пробовали в предыдущем мейке, делаю полноценную подложку под оба глаза. Растушевываю тонко, растягиваю, в общем-то, на весь глаз, делаю вытянутую форму. По нижнему веку тоже прохожусь. И в этой растушевке выглядит как будто бы оттенок скорее сероватый, чем голубоватый, поэтому и оттенок я возьму для закрепления скорее серый. Используя палетку Christmas Eve от Odensei. Из нее же возьму теперь голубой цвет. И слегка углублю поверх нашей серой растушевки складку, внешний уголок. И я испытывала некоторые проблемы с растушевкой этого цвета, но в итоге все получилось. Более темным бирюзовым вытягиваю уголочек, делаю что-то вроде растушеванной стрелочки, слэш затемнения. И изумрудный спаркл наношу на все подвижное веко. Сначала с помощью пальца, затем на липкую базу от бренда Clipatch. Также с помощью пальца, чтобы сравнить. И также поверх этой же базы наслаиваю кистью, и на самом деле нанесение просто пальцем и кистью очень похоже. Лиловый оттенок наношу во внутренний уголок, протягиваю по нижнему веку, и общий образ получается вот такой вот супер яркий, свежий, красивый. Классное получилось сочетание цветов, и действительно яркого макияжа можно добиться с помощью этих спарклов. Но, конечно, именно этот бирюзовый, который, как видите, дуохромит до голубого, самый-самый яркий цвет в линейке и самый цветной. Но приятно, что даже такой супер правеглазный эффект можно сделать с помощью этих теней. Макияжу 8,5 часов. На этом глазу вообще нет никаких проблем по стойкости, разве что вот здесь вот у меня всегда подтекает внешний уголок. А здесь также потек внешний уголок, но глаз этот слезился активнее, поэтому вот сюда попали также слезки. И здесь подсмылись тени, но в целом все супер. А теперь предлагаю обсудить, что я думаю о всех этих новинках Artvisage. Сразу предупреждаю, у меня вся рука в кадре в свочах. Это для меня шпаргалка, и к тому же я только что их для вас снимала. Начнем с продуктов для губ. Матовая помада, мат, ликвид, липстик. Мне очень понравилась. У меня она в оттенке 61 Bayless. Это приятный нюд. И несмотря на то, что на сайте он кажется немного в розовинку, на мне это нюд чуть-чуть в теплинку. Также этот оттенок такой средне-светлый, но мне он в любом случае очень нравится, потому что он хорошо подходит в качестве нейтрального продукта для губ. С подобными яркими цветными макияжами, как у меня сейчас, я люблю именно что-то такое неакцентное на губах. Желательно матовое, чтобы оно хорошо держалось, и мои собственные губы случайно не просветились. Если нанести этот продукт супер тонко и дать застыть на губах минут, наверное, 5, то он совершенно не отпечатывается, хотя это не самый стойкий вариант матовой помады. Он очень комфортный, и его легко поправлять в течение дня, из-за того, что он не в корку застывает, а в какую-то приятную пудровую, что ли, текстуру. Сама по себе помада по текстуре муссовая, и очень сильно пахнет маршмейл, за счет чего при нанесении есть ощущение, что ты мажешь губы зефиркой. Меня конкретно этот запах скорее радует, чем смущает, поэтому я, в общем и целом, очень довольна и думаю, что рассмотрю для себя к покупке и другие оттенки из этой линейки. С блеском для губ Авеню и Лип Глосс все не так однозначно, и я подозреваю, что дело в том, что я выбрала довольно спорный оттенок. Мой называется 504 Просека, и это слегка бежеватый, но по большей части прозрачный блеск с огромным количеством блесток бежевого и розоватого цвета. Концентрация этих блесток настолько большая, что при нанесении создается буквально металлический эффект на губах. Однако, если распределить их тонким слоем, чуть-чуть поделать губами, то это уже не выглядит как сборище блесток на губах, а выглядит как просто хорошо отражающий блеск, хотя и большая часть этого отражения именно за счет блесток достигается. Эти блестки на губах совершенно не ощущаются. Если их специально не искать, не считая вот этого момента первого нанесения, они, в общем-то, даже и незаметны. Блеск носится нормально, он не липкий, хорошо увлажняет, мне нравятся ощущения от него на губах. Не разъедает под собой эту матовую помаду или также жидкие тени в оттенке папайя, про которые я чуть позже расскажу. Но именно этот момент того, что кажется, что ты какой-то жидкий металл вначале на губы наносишь, меня смущает, поэтому я не на 100% довольна этим блеском. Но поскольку все остальные свойства, кроме оттенка, меня полностью устраивают, думаю, что дело именно в цвете. А так, саму линейку я для вас очень рекомендую, там широкая палитра, чтобы выбрать для себя, хотя, на мой взгляд, по сводчим это сделать сложновато. Матовые тени Matte Desire в первую очередь меня восхищают своей палитрой оттенков. Я взяла три самых цветных цвета. Это зеленый, голубо-серый и такой самый персиковый, которые папайя как раз называются. Это кипарис и лазурь. Ну и также, кроме этих самых цветных, там очень широкая палитра разных нюдов. И, честно говоря, я не в очень большом восторге от этого продукта. Он такой довольно кремовый, средне-высокой пигментации, но при растушевке он растягивается в, скорее, средне-тонкую пигментацию. Я, если что, эту градацию пигментации чисто для себя сама определила, но я вижу, что кожа просвечивает. Так что, скорее, чуть-чуть тонковато для меня. Если на натуральном оттенке типа папайя этого, в общем-то, даже и незаметно, то вот на этих двоих красавчиках видно. К тому же, эти два цвета, они натуральным образом в кожу не уходят, поэтому растушевка получается не такая мягкая. И в идеале, конечно, добавлять какую-то сухую тень или какую-то более натуральную тень для более плавного перехода. Получается, с помощью них матовая рамка немного прозрачноватая. Для жизни это нормально, для камеры это перебор. Ну, и я все-таки люблю более плотный эффект теней на себе. Хотя именно за эти оттенки я готова немножко потанцевать с бубном, понаслаивать, потушевать чуть подольше. Конкретно сегодня я голубой оттенок лазурь использовала в качестве подложки под другие голубо-серые оттенки. И в этом качестве, да, он облегчил тушевку и наслаивание в том смысле, что подложка цветовая уже была и не так много теней требовалось для достижения яркого эффекта. Но в местах, где, видимо, он не совсем ровно лег, также не совсем ровно и наслоились тени. Но здесь важно подчеркнуть, что я небольшой профессионал работы именно с матовыми подложками под тени. Я обычно чем-то кремовым, типа консилера или мягкой базы под тени тушую. Думаю, профессионалы оценят эти оттенки и эти текстуры для каких-то коммерческих целей. Но для меня, как не для профессионала, эта текстура оказалась сложновата. Хотя, еще раз, за оттенки я прощаю. Вот этот вот папайя я даже использовала в течение суток на губы в качестве матовой помады. И также в качестве такого румяна-коррекция она была у меня растушевана. Вот здесь вот она в зафиксировавшемся виде. И на самом деле довольно близка к Бейлису. Вот он, Бейлис, снизу, но Бейлис все-таки чуть-чуть потемнее, чуть-чуть порозовее. Ну и получается, что я могу гипотетически кинуть один этот флакончик в сумочку или там в косметичку в путешествие. И сделать и коррекцию лица, и губы, и макияж глаз. По-моему, прикольно. Ну и самое интересное — это тени спарклы. Потому что спарклы сейчас на пике популярности. И Artvisage выпустили, по-моему, самую бюджетную версию адекватных красивых спарклов. По крайней мере, я бюджетнее и все еще красивые не видела. В линейке представлены как нюдовые оттенки, так и более цветные, даже доохромящие. Давайте по порядку их быстренько разберем. 31 цвет, кажется, он называется хамелеон. Сразу скажу, самый клевый из линейки. Вот его можно смело брать. Он шикарный. Он на абсолютно прозрачной подложке, довольно ярко блестит отдельными частицами. И он доохромит из зеленовато-такого, бирюзового, до более голубого. Если у вас есть Artvisage Nude Universe, то вы знаете, что здесь есть оттенок Polaris. Вопрос, насколько они похожи с этим спарклом. На самом деле, довольно сильно похожи. По уровню дисперсии, так это вообще, по-моему, одно и то же. Но капельку отличается оттенок. Polaris, он из зелено-бирюзового переливается, но скорее беловато-голубого. А хамелеон более цветной. Хотя все еще они оба довольно нюдовые. Это не то, что какой-то супер яркий цветной акцент. Просто это способ добавить цвет в более нюдовую вариацию макияжа. Тем более такой яркий. Яркий в смысле отражения. Следующий оттенок 32, нанесен у меня сейчас на все подвижное веко. Это самый яркий интенсивный оттенок из линейки. У него самая яркая цветовая подложка, хотя он, безусловно, не такой темный, как кажется в рефиле. Он также немного доохромит из изумрудного до более синего, а блестки у него слегка золотистые. Выглядит это очень красиво, но этот цвет единственный, который, на мой взгляд, прям сложно применим в ежедневном макияже. Потому что если наносить его тонко, без какой-нибудь липкой базы, например, хотя на самом деле эти тени пальцем и на липкую базу кистью наносятся аналогично плотно. Так вот, если его так плотно не наслаивать, эта полупрозрачность не играет ему на руку из-за того, что цвет не очень натуральный. Кожа просвечивает, а это выглядит грязновато. Ну а если его наносить плотно, то тогда нужна и рамка какая-то более цветная, на мой взгляд, как у меня сегодня. Соответственно, он немного такой аутсайдер линейки в плане того, что он не особо ежедневный, в отличие от всех остальных цветов. Но я думаю, что я оставлю его в коллекции, потому что он мне нравится, например, больше, чем похожие спарклы от Бернович, что удивительно, да, потому что Бернович гораздо плотнее и немного ярче дают эффект, но они очень тинтуют кожу. А этот не тинтует, и я не против его поднаслоить для аналогичного с Бернович эффекта, но чтобы у меня не было тинта. Далее, 33-й оттенок, на мой взгляд, самый слабый. Он самый светлый, но при этом довольно плотный, и он больше похож на металлик, чем на спаркл. Да, в нем есть отдельные блестки, но их как будто бы меньше, чем в других оттенках, или они сами по себе мельче, или их концентрация ниже. Короче, он красивый, такой светлый, цвет шампанского, но что-то похожее можно и в палетках найти. Наверное, однушку я бы именно эту не советовала. А в качестве ежедневных однушек я бы вам посоветовала либо 34-й, либо 35-й оттенок, либо и тот, и тот, потому что они довольно сильно отличаются. У 34-го есть цветовая база, он такой ощутимо бронзовый, но все еще светлый. Я его носила в соло на все подвижное веко, и это не выглядело ни капли инородно на моей светлой коже. Вставка как на солнечном свете, бронзовый спаркл выглядит, по-моему, супер кайфово. А 35-й цвет вообще очень полупрозрачный, супер ярко сияет. Мне кажется, самый универсальный и красивый оттенок в линейке именно для ежедневных мейков. Ну и последний спаркл это фиолетовый 36-й, и он, несмотря на то, что выглядит в рефильчике довольно интенсивно, тонко наносится. Из-за того, что фиолетовый, вот этот фиолетово-розоватый не так сильно отличается, как изумрудный, от оттенка кожи, он выглядит весьма натурально, легко применим на каждый день, даже в соло. Он тоже капельку дуохрома, да слегка желтоватого что ли, но это совершенно незаметно, это в большей степени сиренево-розовый спаркл, тоже очень красивый, и его я тоже очень сильно рекомендую. Важная ремарка о хрупкости оттенков, я их все уронила, и у меня разбился вот этот вот бронзовый, его мне удалось припрессовать пальчиком, и теперь он живет нормально, но хрупкость все-таки свойственна этим теням. Как видите, сейчас с ним все нормально, но не рекомендую вам их ронять, как я, и также у меня в чатике девушка писала, что у нее один из оттенков самопроизвольно отошел от рефила, она тоже придоптала пальчиком, тоже нормально, но, в общем, есть этот нюанс с этими тенями. Расскажите, пробовали ли вы что-то из новинок Artvisage, и какой у вас от этого бренда самый любимый продукт? Также в скором времени на канале выйдет полноценный обзор на вот эту вот палетку Artvisage Nude Universe, так что stay tuned, поставьте колокольчик после кнопочки подписаться на канале. Не забудьте также поставить лайк под этим видео, любая активность очень помогает развитию моего канала. А меня зовут Маша, и всем пока!